Привет! Татьяна Калашникова. Сегодня мы с вами рисуем новогоднюю открыточку. Нарисуем пингвинёночка маленького, красивого, толстенького в шарфике и в шапочке. Смотрите, очень легко рисуем один круг. Вот он сверху. Постарайтесь не рисовать его сильно круглым. Вот такой вот чуть приплюснутый, чтобы тут было место для щёчек. И второй круг. Это у нас туловище, это голова. Дальше мы головушку делим вот так вот пополам почти. Здесь у нас будут глазки довольные и здесь клювик такой. У пингвинчика тоже у нас тоже птичка. Поэтому вот так вот здесь одно крылышко и вот здесь второе. У нас видно его не совсем, оно немножко только. И лапки. Лапки такие ласты. Всё. Раз у нас тут шарф, мы его можем завязать на обе стороны. И вот так красивый сделаем, подумаем. Здесь у нас будет шапка такая. Вот шапку можно любую сделать, какую вам захочется. Можно вот такую вот с двумя хвостиками красивенькую. Я убираю всё лишнее. Рисовать буду акварелью. И мне понадобится вот такая белая муашь. Ну, если у вас есть какая-нибудь, будет хорошо. Вначале сделаю фон водой. Смотрите, у меня есть такая штука. Я раньше не знала. Это очень удобно. Краски освежать акварельные, побрызгать брызгалкой. И они сразу у вас готовы уже к работе. Начинаем с фона, как всегда. Смотрите, здесь можно сразу сделать, например, северное сияние. Раз это уже у нас тема пошла зимняя такая, я делаю хороший фон. Водичкой вначале всё смочила хорошо. Рекомендую взять хорошую бумагу. Вот от бумаги сразу очень много зависит. Так, а теперь, чтобы мне было красивое северное сияние, я начинаю добавлять сюда цвет какой-то. Сразу не сделала, а сейчас пожалела. Смотрите, я... Акварельная бумага, когда небольшая, хорошо вот таким скотчем прицепить. Если у вас видеть, это вообще отлично. Тогда она не будет просто у вас скрючиваться. Так, ну вот теперь уже всё прекрасно. Так, разворачиваю, чтобы вам было прямо видно. И продолжаем работать с северным сиянием. Чтобы оно получилось северное и засияло правильно, отлично добавить сюда фиолетового. Ну вот так вот, хороший прям такой фиолетовый берём. Карандаш нам уже не нужен. Краски поставлю поближе, чтобы вам было видно. Так, вот до самой шапки прям фиолетовый-фиолетовый. Дальше возьму какой-нибудь самый яркий желтый. Если есть лимонный, вообще, ну вот идеально будет. Почистим сейчас. Нужно это сделать, залить, пока вот эта вот часть у нас мокрая. Тогда она красиво очень растечётся. Хорошо у нас в этот войдёт северное сияние. Изумрудный цвет мы вот сюда тоже затащим. Да? Так. Ещё немного лимонного. О, какой вообще получился. Видите, он с изумрудным вообще забрал какие-то такие волшебные все оттенки. Так. Вот если оно не будет сильно тёмным, оно и не засияет красиво. Поэтому здесь надо не стесняться, но и не переборщить. Да? Так. Вот. Готово. Отлично. И сюда какой-нибудь что-то такой фиолетовый. Давайте-ка вот сюда. Сейчас. Так. Готово. Внизу потом нарисую снежок. Ну, это будет потом уже, попозже. Теперь разделила хорошенько. Всё. Здесь у меня плывёт и меня устраивает, как оно плывёт. Можем сразу пока ещё всё такое мокрое сделать снег. Можем его сделать попозже. Но для этого нам нужна будет кисточка такая поплотнее край. Я набираю белый гуашь и сразу вот такой вот делаем набрызг. И он очень хорошо расплывается, если нормально набрать водички. Что-то у меня или водички маловато, или я пожалела краски. О, началось. Да. Вот так. Чем темнее будет у вас фон, тем вот эта штука будет ярче выглядеть. Отлично. Вот я сделала. Всё. С фоном закончено. Теперь, смотрите. Приступаем к самому пингвину. Шапку не трогаю, потому что она у меня очень близко к небу. Чтобы я её не размазала раньше времени, я её вообще трогать не буду. У пингвина мы вот эту мордашечку сделаем светленькую. Я беру для этого белую гуашь. Мне кажется, что она больше всего по текстуре подойдёт, потому что с ней потом меньше возни, чем с акварелью. Вот сделала мордочку, да. И тут же, смотрите, делаю белое крылышко, да. И вот это всё вначале я закрою белым. Почему? Потому что потом я чуть-чуть добавлю серого цвета, и оно у меня сразу уже будет пушистой. Вот если не прокрасить сразу каким-то цветом, то пушистости мы не добьёмся. А если у нас будет готова подложечка, будет как раз то, что надо. У меня есть краска индиго. Я вот такой вот отдельно её... Вот, посмотрите, она на просвет такая, видите, чуть синеватая. Очень красивый такой космический цвет. Он мне очень нравится. Пингвине у нас такой цвет получится. Я этой краской, смотрите, обвожу, видите, и у меня сразу уже прям вот то, что мне надо. Вот он распушистился, вот так, как мне как раз хотелось, да. Стараюсь всё равно не задевать небушко моё. Вот так вот рядышком. А теперь я просто... У меня уже готовый там нижний слой. Смотрите, я просто добавляю воды. Если у вас бумага позволяет, то вообще шикарно. Вот я просто добавила воды. И у меня мой пингвинёнок стал сразу-сразу пушистеньким. Так. И вот это крылышко я просто обведу его. Возьму этот индиго чуть-чуть здесь. И немножко дам вот здесь вот раз. Так. И пузик тут можно чуть-чуть, можно не делать. Это можно сделать, как вам больше понравится. Хвостик. Вот красавчик какой. Вот там, где хочется ещё обвести, пока мокренькая, немножко. Можно его обводить. И вот эту часть тоже. Вот, отлично. Это я просто водой сейчас делаю. Видно вам, нет? Теперь, смотрите, вот белую часть я оставляю вокруг глазиков. Я буду делать вот такие вот светлые. Ну, вот так. Раз, раз. И вот эта часть я её тоже оставлю. Смотрите. Вот как мы здесь с пузиком делали, да? Оставлю водичку. И только поверху проведу индиго. Вот, гляньте, что у меня получается. Только-только поверху. Всё, я ничего вообще больше не делала. Ничего там не добавляла никак. А теперь делаем верхушку. Это может быть не обязательно индиго. Просто мне он нравится, этот цвет. Он очень такой красивый, необычный. И теперь вот оставшуюся часть я делаю чёрненькую, такую тёмненькую. Если она у меня соединяется даже с тем, что распылось, вообще ничего страшного. У меня тут такое и должно быть. Готово. И вот это. Вот он кусочек у меня. Всё сделано. Голова моя готова. И она, по-моему, чудесна. Клювик. Клювик тоже серенький. И я его вначале чуть-чуть подкреплю гуашью. Вот так. Гуашь просто более плотная, и она не так растекается. Поэтому я вот её взяла. Вот он, клюв готов. И можно сразу же, вот у меня на кисточке вот этот вот чуть-чуть такой сероватый цвет. Я могу вот эти края сразу оформить. Всё, готово. Тут подсохнет, я сделаю глаза. Так, теперь спробуем. Здесь подсохло. Отлично. Я могу тут поработать спокойно с шарфиком. Сделаем его. Сделаем его. Давайте каким-нибудь. У нас получается такое небо сильно яркое. Давайте зелёным сделаем. Вот этот красивый цвет. Травянистый, да? А ну-ка, пробуем. Отлично. Вот он, зелёный такой. Можно сюда добавить какого-нибудь красненького. Можно подсохнет, мы потом добавим красненький, я по нему орнамент. Какие-то белые, красные. Вот здесь я оставлю сразу белого чуть-чуть. Здесь тоже оставлю белого. И здесь у меня краешек шарфика тоже выходит. Такое новогоднее что-то ёлочное. Все вот эти штуки, которые висят, я попозже сделаю. Смотрите, когда у меня, опять же, подсохнет этот шарф, я сделаю по нему орнамент. То есть я оставляю те вещи, которые у меня ещё не совсем высохли, оставляю их чуть-чуть побыть. Так, я могу сделать ножки. Сейчас они у меня. Давайте вот так, чтобы вам было видно немножко. Они чёрненькие. И я вот такие делаю лопатули. Одна и вторая. Ах, чуть-чуть пошли. Сюда не досохло. Ну, ничего страшного. Я сейчас кисточкой просто заберу. Вот так растяну немножко. Помните, да, вообще ничего страшного нет, если даже что-то пошло не так. Можно всегда что-то придумать. Ну, смотрите, даже он у нас стал ещё поярче. Немножко я не дождалась, пока досохло. У меня тут. Так, тогда мне вот это надо чуть-чуть сделать ярче. Шапку. Ну, шапку я всё-таки, наверное, сделаю какую-нибудь ярко-красную. Или, может быть, даже малиновую. У меня такой тут цвет есть. Вот этот вот. Так, готово. О, отличный цвет. Рубиновый такой. Он даже не малиновый. Он такой рубиновый. И сюда в него добавлю ещё и алого какого-то. Шикарная. Шапка. Ну, видно. Она должна быть красивая, да? Так. Красный очень по-новогоднему выглядит. Можно вот тоже, если вы боитесь, что что-то рассохнет, ну, возьмите там гуашь какую-то красную. Если есть, тут она тоже классная будет. Хочется просто записать скорее. Поэтому я не выжидаю вот эти вот части, которые бы я обычно подождала бы. Так. У меня салфетка. Если мне что-то вылезло, я беру салфетку. И аккуратно снимаю. Вот так. Раз. Так. Эта часть шапки готова. Дальше. Я беру один хвостик рисую. А хвостик мне можно сделать опять же с какими-то... Ну, можно зелёненькими точечками будет потом сделать. И второй хвостик. Ах, не хочется, чтобы у меня лез на этот. Так. И вот смотрите. У меня, видите, вот эта часть, она почти слилась. Я беру чуть темнее цвет и выделяю. Вот так вот раз. А потом ещё очень красиво. Вот здесь кисточки я попозже нарисую, когда уже всё будет готово у меня. Я возьму жёлтую гуашку. Вот такую вот. Возьму какую-то кисточку потоньше, что у меня тут есть. Вот такая будет. Отлично. И вот такие вот сделаю пол. Они отделят у меня верхнюю часть от нижней. И заодно придадут такое украшение. Можно сюда даже чуть-чуть вот так вот повыдвигать. Можно сделать это, когда подсохнет. Тогда оно точно не расплывётся у вас. Так. Ну, по-моему, шикарно. Так. Теперь мы возьмём этой же кистью. Возьму красную опять же гуашь. И сделаю на моём шарфике полосочки. И вот здесь вот. И вот здесь вот. И вот здесь вот. Видите, он уже приобретает такой интересный цвет. Глазок нет пока. Ну, пусть подсохнет. Всё подсохнет, потом мы сделаем глазки. Так. И вот эта часть специально не докрашиваю, чтобы было ощущение, что этот шарфик у меня завязан. Что он не просто так там телепается. Именно на завязках. Так. Готово. Вымываю хорошенько кисточку. Вытираю. Теперь делаю жёлтенькие. Здесь. Пум. Чтобы у меня сочеталась же. Шапка с шарфиком. Так. Готово. Бахрома. Можем опять же здесь сделать такие вот. Как будто вязка. Да? У нас липого цвета. Вообще не важно. И я хочу жёлтые сделать ушки вот здесь вот. Давайте, чтобы эти уши мои не стали зелёные. Я их сейчас вот это притрушу чуть-чуть. Всё готово. Так. Сейчас у нас с вами будет шикарный пеновин. Будет новогодний, очень зимний, радостный. Так. Это готова часть. Смотрите, какой красавчик. Теперь берём... Что меня немножко тут смущает. Вот тут вот фиолета у меня смущает. Немножко не хватает. Да? Мы можем добавить. Сейчас. Уже в ней страшно что-то. Так. Готово. Вот эти части позакрываем. Вот эти. И нам нужно сделать глаза. Для глаз я опять возьму самую тонкую кисточку. И возьму какую-то краску. Такую. Ну, чтобы она не расплылась. Смотрим. Вот так вот. Я наклонилась и смотрю. Здесь сухое. Можно пальчиком потрогать. Но здесь ещё не очень. Поэтому надо аккуратно. Глазки, смотрите, просто улыбаются. Раз. Оп. Оп. Гляньте, какой красавчик. Ты мой хороший. Вот какой у меня чудесный. Получается новогодненький пеновинёнок. И не забываем про снежок, на котором он стоит. Снег у нас белый. Ну, есть такая штука, что если вокруг у тебя северное сияние, то твой снег тоже не будет сильно белый. Он будет отражать все цвета, которые есть. Вот. Он будет немножко фиолетоватый. Немножко вот такой вот сероватый ещё. У него будут все-все-все цвета. Ну, и теперь уже, чтобы окончательно сделать это всё новогодним. Сейчас я возьму ещё. Пожоси кисточку. О, вот это вообще веерное. Если у вас нет, ничего страшного. Возьмите просто кисть, которая чуть-чуть жёстче, чем то, что вы обычно берёте. Я беру белую гуашь, намочила свою кисточку и добавляю снег. Так, чтобы он у меня пошёл и на моего пингвинёнка. Тот снежок, который мы сразу добавили, он уже растаял и превратился в такие просто белые красивые потёки. А теперь... Прекрасно. Пингвинёнок наш, по-моему, прекрасно готов. Открытка наша практически закончена. Ваша задача подписать. Все свои работы обязательно подписываем. Так, я беру тоненькую кисточку и ставлю тут свой автограф. Всё. Всего вам самого классного. Счастливо. Пока. Счастливо.